Чуть не подрались реально Граждане России, я думаю, в скором времени вообще не смогут ездить в Европу Отъехать на вы, между прочим, больше 20 часов Шо ты так, Андрюш, что ты меня смотришь? Иди Картошечка такая, колбасная Как обычно с салом И то ли с майонезом, то ли с испытанием Ездили в Прагу Здравствуйте, я Наталья Дуброва Привет, друзья, я Татьяна Комарова В этом видео хроники гастрольного тура Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра Мы ездили на большой гастрольный тур на месяц в Европу Мы были в Латвии, в Литве, в Праге, в Чехии и в Германии Четыре страны И вот в этом видео вы увидите Литву, Клайпену, а потом Прагу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сыграли спектакль в Клайпиде Ну и, понятное дело, морской город нам захотелось, конечно же, на море Тем более, что на море мы, по сути дела, этим летом мало возможностей поехать за украинцы Ну, решили перекусить и на море Прекрасный квас с ягодками Сладенький такой, просто мечта, домашний И холодный борщик с вареной картошечкой Я еще, правда, сюда сахар кофе больше добавляю Да? Так, решили не пить кофе Здесь там прям соленая сладость А на русском певице ха-ха-ха-ха Это автор Ой, а я не взяла Направляемся на реку Везде туалеты есть Море, море, море Ром подошел Видимо, датский Серфер Это не вышка Лизонус Он на волнах кататься Красивое место Решили перекусить здесь Морские украинские Морские украинские Морские украинские Передай Наташу креветку Честно сказать, по моим наблюдениям Морепродукты Я не знаю, я могу ошибаться Литовцы, пишите в комментариях Что все-таки не морепродукты Наиболее популярная еда в Литве А все-таки, наверное, картошка Потому что колбаса из картошки Цепелина, опять же, помнишь? Да, вообще картошка с мясом Да, да, мне кажется, что так Ну, ребята, пишите в комментариях литовцев Может быть, я ошибаюсь Картошечка такая колбасная Как обычно с салом И то ли с майонезом, то ли с спутаной И впереди у нас дорога в Прагу Последние сборы у нас в номере Это самая тяжелая, конечно, наша дорога Потому что мы будем ехать сначала Поездом до Вильнюса Клайпе до Вильнюс Потом мы сядем на рейсовый автобус И будем ехать до Праги Из Вильнюса до Праги Расстояние в общей сложности я посмотрела 1200 километров В общем, такая непростая дорога Мы приезжаем, потом сразу мы монтируем Наш спектакль, монтируем декорацию Потом у нас репетиция, потом сразу играем спектакль Вот И это в нашем месячном туре Такая, в общем, самый напряженный участок Скажем так, нашего гастрольного тура Ну, я думаю, мы все переживем Все преодолеем, все будет хорошо Не втратите мотивації до життя Мотивацію, если вам нужно Нет, девочки, у нас мотивація трошки с собой У нас трошки мотивація с собой Так, приехали на вокзал Сейчас будем садиться на поезд до Вильнюса Ребята, кто литовцы, напишите, пожалуйста Что это за скульптура Потому что я не знаю Я не понимаю, что здесь написано Мне кажется, депортация Нашелся такой старый паровозик Вот технические характеристики Он шел 80 км в час Сегодня дождливенько в Литве Литуария, говорят В переводе значит Дождливая Так, что у нас Вкусный сироп, он стоит 2.20 Парковочку можно купить за евро 10 Кофе-танки Я сказала кофе Или лоху Потому что это не спросят из дворец Не забирают Угу, я влюблюсь Угу Вот такой вот туалет Большой Так, в Вильнюсе Пересаживаемся на автобус До Праги Есть два часа Мы хотели здесь На эту лавочку присесть Но здесь у нас лежит бабушка Тут у нас только что Были баталии С маргиналами Которые сидят возле вокзала И мы с ними чуть не подрались Реально Потому что они не высказывали Определенную точку зрения На политическую ситуацию На все остальное Ну, в общем, нас много Их малые, а не пьяные Ну и понятно Словесная победа В чью пользу закончилась Ну вот этот вот флаг Ребята, мы едем фликсбассом Мы уже ездили этим автобусом Хорошая сеть Бюджетно достаточно Должен работать туалет Должно быть все хорошо Места для ног достаточно более чем Сейчас Исаенко протестирует Исаенко сидит впереди Возле прохода Там есть туалет, который должен работать Все хорошо У нас есть розетки Смотрите Ку-ку 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 У кого-то и есть подружка Кто-то дурной забыл ее дома Таша, очень опиримая Когда ты такой Продвинул Ты путешественники опыта Ты забываешь подушку для сна И у тебя есть подушка И не одна И у тебя есть вот такая вот штучка Которая закрывает глаза И ты при этом это все забыл Грязно забыл и грязно провтыкал Ну вот как-то ты будешь ехать 20 часов без вот этих вот всех приколов Ну как есть, так есть Все же Жданова села А давайте посмотрим по комнатам, как мы жили У всех есть соседи Сожители Мне даже больше, как оказалось Ну, Сережа Тоже личная Сосед, Наташа Людусики, ты есть? Я Хорошо Уф Уф Путешественник Поехал в дальнюю поездку Знаешь, что ехать больше суток Без подушки для спанья Дома имеет две Вот это я, например Имею вот такую вот даже повязочку с котом Но поехала без гоной Ну вот теперь и четвертый Отъехать нам, между прочим, больше 20 часов Что ты так, Андрюш, что ты меня смотришь? Осуждаюсь, надо сказать Почему вот у нас такой был утомительный переезд? Ну, это все, знаете, обусловлено расписанием перелетов Там, автобусов и всего такого На самом деле, если лететь Получается, что можно было лететь только Во-первых, это дорого очень Во-вторых, это через Лондон В Лондоне стыковка 8 часов там сидеть Виза, не виза транзитная Не знаю Ну, короче, это все куча проблем Если это перелет И дорого Потому что, во-первых, у нас с Лукостом лететь не могли У каждого огромный багаж Ну, вот автобусом типа сели, приехали Ну, потерпели Ну, это все еще, конечно, и военное время Да, конечно, не из-за этого Вы знаете, вот сейчас Вот новости такие пришли Что украинцы достаточно много сейчас перемещаются по Европе Ну, все у разных причин, скажем Ну, да, беженцы, не беженцы Туда-сюда ездят Ну, да, конечно И по большей части вынуждено А вот граждане России, я думаю, в скором времени Вообще не смогут ездить в Европу Мне так кажется Ну, такая тенденция По-разному может быть Просто сейчас, на данный момент Латвия прекратила выдачу виз россиянам На неопределенный срок Болгария В том числе Болгария И даже для тех, у кого там недвижимость Прекратила на неопределенный срок В связи с войной Эстония внесла даже в Еврокомиссию Предложение о рассмотрении О запрете выдачи виз россиянам Вообще в ЕС И поговаривает о том, что Финляндия Может запретить выдачу виз россиянам Ну, война Такая жизнь Может быть, железный занавес, друзья Как им было уже в СССР Так, ребята Едем мы почти сутки Ну, не почти, а сутки Сейчас мы проезжаем Мы уже въехали в Чехию Въехали через Варшаву Въехали через другие польские города Сейчас мы за ночью сейчас въехали в Брну Въехали в Прагу Театр какой-то, да? Ну, не знаю Видите, велосипед прицепаем к автобусу Можно велосипед перевозить Это же Флексбас Приехали Погода прекрасная Плюс 35 Друзья, у нас уже к вечеру будет 37 Приехали 35, будет 37 Дуже великой прилет, бачка Уже багато туристов С Украины Я тоже в Украине Ааа, класс А сейчас мы просто туром Свистапываете поездку Мы заказали, мы пользовались вообще во всей поездке Такси Болт Не подумайте, ребята, не реклама вообще Все почему? Во-первых, приложение Болт Там это все очень просто, никому ничего объяснять не надо И во-вторых, там же видна сразу стоимость А стоимость получилась, вот мы ехали втроем Это получились те же деньги такси Если бы мы каждое купили по билету на трамвай При том, что у каждой был огромный чемодан Потому что мы все-таки месяц были в этой поездке Да, и тем более мы не знали Вот с такими чемоданами Ну, покупать билет на багаж Не покупать Ну, как бы, чемодан тоже там в трамвай втащить Так, ну Ну, тоже место занимает В общем, в трамвай Ну, то есть, понимаете, что в Праге такси недорогое Я так поняла, да? Нет, нет, недорогое Мы приехали из Клайпи до автобуса Да, из Клайпи Сутки ехали Так, наш отель Ну, видочный даже класс Я думаю, что все будет хорошо Думаю, даже хороший отель Идем смотрим Что у нас тут такого Ой, как хорошо Прекрасно Супер вообще Класс Нарядненько так Отлично Все нравится Есть чай Вот, вышивая кабина Фен Сейф есть Ой Слушай, круто Это туалет Крема Это круто Прекрасно Прекрасно Это Вика Мы с ней будем жить В Праге Жарко, пацаны Мы установили себе Пайпас Объясняю почему Потому что в Праге Мы были три дня В Праге кроны Вот как Нужно рассчитать Сколько тебе Там нужно будет крон Вот ты их снимешь Да Там с банкомата А потом Вот у тебя останутся Вот какие-то там Копейки Мелочь какая-то И какую-то карточку Тоже не зачем было Покупать транспортную Ну да Незачем было Потому что мы Несколько раз Проехались на трамвае В принципе Ну да и все И поэтому Пайпас платили телефоном Очень удобно Удобно, да Реально Не Najмор Зачем было У меня то ощущение, что туда В такой пустой Праге я за всю свою жизнь не первый раз здесь не видела Я понимаю, что сейчас плюс 36 В Клайпиде, так понимаю, было прохладно В Праге страшная жара Как вы вообще этот климат, как вы вообще выдержали такой перепад? Нам потом местные сказали, что в принципе для Праги это аномальная жара Потому что в Клайпиде было плюс 16, плюс 18 Но когда мы сидели на море, наверное, было плюс 20 А в Прагу мы приехали 35, к ветеру 37 Ну Прага пустая, вообще туристов очень мало Не, ну в 37 градусах гулять вообще не очень прикольно Но мы пошли гулять, как только приехали Потому что мы понимали, что у нас в Праге, ну вообще-вообще очень мало времени А Прага такой город, конечно, хотелось погулять Да, Прага замечательный, безумно красивый город Клайпиде 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 Брус Клайпиде Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше начали происходить разные нелепости. Вот видео вам покажем, в чём мы, собственно, сами виноваты и чему нас научила эта поездка. Так что смотрите, в понедельник и четверг, даже если не пришло уведомление, знайте, что наше видео выйдет обязательно. И обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайки. Кто не подписан, кто не подписался. Ребята, спасибо, что досмотрели. Мира всем. До свидания. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...